Делал мою компетенцию и более того, я откровенно скажу, я его не проверял. Мне достаточно для моих вопросов было изучение ценной сделки в данном случае. Опять же, я поясню, почему я залил такую позицию. При осуществлении моего полномочия дела банкротства я обязан и могу руководствоваться исключительно нормами гражданского права, в частности специальными нормами закона о банкротстве. Моя задача в качестве арбитражного управляющего – это максимизация имущества вложника, максимизация конкурсной массы и, как следствие, максимизация тех денежных средств, которые я могу получить для распределения между кредиторами. Соответственно, в данном случае во всех этих сделках, которые я исследовал, один большой минус для последующих мероприятий – это истечение срока исковой давности на оспаривание, во-первых, данных сделок. Второй момент – это осуществление их за пределами подозрительности. Максимальный срок подозрительности в деле обанкротства 3 года составляет. То есть, если вдаваться в подробности, сделка та или иная, совершенная должником, руководством или кем-то третьим лицом за счет должника, может быть оспорена по признакам подозрительности, только если она совершена не раньше, чем за 3 года до даты обращения конкурсного кредитора с заявлением о признании должника банкротом. Здесь сделки были в 2011 году, заявление Павла Сгреншин-Строй подало в 2015 году. Понятно, что 3 года заведомо истекли, и, соответственно, на личность юридического лица, может это звучит глупо, меня не интересовало, потому что я прекрасно понимал, что сделка устроительна. Соответственно, я и сделал подобное же заключение в равных исследованиях подозрительности сделок на их предметах испорительности. Понятно. Насколько, пожалуйста, чем же все-таки закончилось? Гражданин Лобанов, являвшийся сначала кредитором по регистровым обязательствам, потом кредитором по неустойкам, внес на специальный расчетный счет должника денежные средства в размере достаточном для погашения всего реестра. Эти денежные средства получил, распределил и арбитральный суд за главным рабочим образом, я хотел производствовать подделку. Вы поясните, что значит достаточное удостоверение требований всего реестра? То есть, долбок получается, упал в удостоверение, потом не осталось вообще? Нет. А ситуация следующего характера. Ну, во-первых, что значит достаточное удостоверение всего реестра? Когда происходит процедура банкротства, существует в нашем случае два периода, в чине которых те или иные кредиторы, имеющие интерес в данной процедуре, имели право предъявить свои требования к должнику, заявить их в арбитральный суд. На дату введения конкурсного производства это были кредиторы на 13,5 миллионов рублей. В силу статьи 113 и 125 законов о банкротстве, конкурсный кредитор, третье лицо, либо участники должника, вправе внести либо на депозитный счет арбитражного суда, либо на специальный счет должника денежные средства в сумме равной сумме требований всех кредиторов, включенных в реестр. Соответственно, это произошло в нашем случае. Но такое погашение не влечет прекращение обязательств должника. Оно их как-то новирует. То есть по итогам всех мероприятий нельзя сказать, что Пауз Грэмбетон освободился от своих долгов. По сути, на место всех его кредиторов, строительные транспортные компании, БКС, Кронсалов, Пауз Железостроев, встало новое лицо, Державим Лобановым. То есть, как указано в 113 статье закона о банкротстве, денежные средства, предоставленные третьим лицом, являются, по сути, займом, возвратным займом. С неустановленным сроком от возврата, но по требованию, боюсь сейчас поможем ошибаться, со сроком возврата по требованию, но не ранее окончание процедуры, при сроке, на которой была объединена при сроке коммунистового производства. То есть, по сути, я не помню, на какую дату у меня был назначен, если бы этого не происходил отчет коммунистового управляющего, но, допустим, 31 декабря 2016 года по суду должен был закончиться, допустим, коммунистное производство. То есть, я должен был продать, чтобы завершиться, не прекратиться, а именно завершиться. А, соответственно, 1 января гражданин Лобанов уже был вправе потребовать спал из гряд-бетона, вернусь ему эти самые 13,5 миллионов рублей. То есть, на сегодняшний день у спал из гряд-бетона остался один вместо этих 3-4 кредиторов. Кредитор Лобанов, как и у Кирилл Геннадьевич, если не ошибся. Кроме того, в рамках дела о банкротстве было также еще 2 дополнительных заявления о включении в реестрах преминых кредиторов. Это «Ебрацементрейд», по-моему, назывался, организация на 1,5 миллиона рублей. И о ЛОС, я не помню, как расшифровывается, по-моему, «Левобережные» честные сооружения на 200 с лишним тысяч рублей. Если, опять же, я не ошибаюсь, на сегодняшний день в отношении пауза и бетона вновь введена процедура наблюдения, назначен, утвержден арбитражным судом, ровной фарбитражный управляющий, но в данном случае же потребованием ПО «Ебрацементрейд», которые остались неудовлетворенными в результате. Продолжение следует...